У нас 19 февраля 2019 года, вот вечер уже, вот и мы вот ждем гостя, гостя должны приехать, мирово. Вот, у нас на ползу мы его тут раздум. Добрый день, вас кем вы приехали? А? Это вот подвез. А он еще выезжать собирается? Ну да, он поедет сейчас дальше по своим делам. Так, а у вас сколько времени еще приходит? Ну, часик, побудем. А у вас еще сколько времени попытаться? Да, нет, он поедет там к своим знакомым. Ооо, вы его где запомнили? Да, 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 да. Его там ждут. Ну, запомнит он где? А? Запомнит. Конечно запомнит. Они уже подъехали. Вот у нас вот мы молимся здесь. Ага. У меня ключ есть. А? Открыть может? Не понял, открыть? Да. Ну, я не знаю, можно открыть потом. Потом, да? Да, потом, пойдем. Ага. Это не просто дом. Он один такой, может быть, на весь Советский Союз. Когда я свободился, я купил. Ага. А меня сажали там как по политической статье. Ну, а вот. Ну, я приехал и... У меня же изъятие большое было. Ну, вот шел... Одиннадцать лет шел в суд. И я его выиграл. А стоимость там была одиннадцать миллиардов. По тем... По тем... По тем деньгам. Недоминированные. А отдавать нечего. Ну, да, да. Они сделали так, что виновата городская администрация, а КГБ в стороне оказались. Ага. Ну, и тогда сказали недвижимостью. А нам надо было молиться. Наша церковь православная, зарубежная. Ага. Которая царская была там, зарубежом была. В Нью-Йорке она в этом. Да, да. Вот. Это мы к ней принадлежим. Да, да. Ну, и тогда мы отдельно. Вот здесь в этом доме сделали храм. А это вот здесь я живу. Понятно. И тринадцать соток. Как-то так рассчитались. Понятно. Вот посмотрите, как у нас тут. Тут у меня голуби. Вон, видишь, что тут? Ага. Да, да. У меня деревня голуби. Здесь. Пойдемте. Хорошо. А вы когда с этим сочлем-то в последний раз разговаривали? А вот. Парольный зал. Да? У нас, мы переписываемся с ним. Да? Ну, хорошо. У нас большая переписка. Вон, материалы некоторые там я посылаю ему. А переводы такая здесь. Яндекс-переводчик. Ну, конечно, ошибки, но понять можно, о чем говорится. Да, да, да. Я ему эти... О крещении. Он против войны, а я как раз тоже такой же. Ага. У нас в армии все служить, но только на альтернативной основе. Да, да. Ну, там, с больными там ухаживать или где. Да, да, да. Ну, ему тоже это понравилось. Говорит, это как у нас. Я говорю, ну, у нас очень строго. Да, да. У нас и посты соблюдают, а мы, говорит, тоже соблюдаем. Да, да. Ему понравилось это. Пойдем. Так. Вот здесь мы поднимемся. Сейчас рисуюсь. Сейчас Володя нам ужин спроводит, мы поговорим. Чистой ногой только вот сюда вставайте сразу. Ага. Чтобы не грязь не вставать. У нас в православных такой порядок на будущее знать. Когда человек заходит, три поклона кладет. Ну, я не знаю, воспринято, нет это. И говорит, мир дома всему. Иначе надо закройте. Так, давайте. Баут закройте. Супочку, а? Нет, дверь закройте. Так. Раздеватель. Какой у нас порядок. Слава Богу. Я только не понял. Да, можете там поешь или положить. Не понятно, только он последний раз присылал, в саду находят. Это его сад или какой? Да, его сад. Это сам яблони, кажется. Да. Прививки там есть. Всякие. В яблони, ягоды. Ну, 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 ну. А он не подписал? Я думал, где он находится. Да. А чего же, говорят, земли нет? Так сад-то у него большой. Ну, земли нет, это в каком отношении? То есть, это как по фермерским меркам. Земли нет. У него там два с половиной гектара. Земли нет, это если он не мерится в десятки гектарах или сотнях. Понятно. Так, ладно. Сейчас. Вон, стул освободить. Не, они живут на хуторе, они не живут в поселке. Они вообще на земле живут. Чуть погромче говорите. Стив, говорю, на хуторе живет. Он вообще не в поселке, не в деревне, а вообще там, ну, на хуторе. Где-то там Миссисипи, что ли, где-то? Ну да, там, в Мизури. Ну, смотрите, голубка сидит в доме. Я тут подключил. Оказывается, семеро ребятишек от него. Своих или десять. Своих семеро или восемеро. Ну да. Присаживайтесь туда. Да. Ну и приемных у него голубей. Вот так. У него, видишь, голуби где. Да, да. Только что вывелись недавно. Я хотел спросить сразу у вас. Вот вы к Смирнову, отцу Дмитрию, то как попали? Ну, позвонил, да попал. А кто-то вас там познакомил или как? Да, я нет. Я просто написал ему по электронике и сказал. Ну, чтобы попасть к нему, кто-то должен вас совести, познакомить, сказать. С улицы-то как прийти так? Ну, я узнал, я не помню кто. Ну, кто-то мне дал его электронную почту, его там секретаря, вот написал ему, что вот хотел бы пообщаться. И вы его спросили о встрече? Да. А цель какая была встреча? Цель у меня Смирнов, один из православных батюшек, который... Как, как? Отец Смирнов, он один из немногих православных, которые агитируют за семейное образование. Вот. А у меня, один из моих, как сказать, темы моего канала, это семейное образование. Конечно. Ну, как бы у нас было с ним вот это общее, что-то общего. Сейчас сейчас это было ЕГЭ, его сейчас начинает топтать. Это общая такая система была неправильная. Уже советское образование, считают, намного выше было. Угу. Советские люди были одни из самых считающих. Ну да. А сейчас так все это разбомбили, и, ну, бог его знает, как будет. А у нас-то в Потеряевке школа-то государственная, а учителя-то все верующие. Ну да. Поэтому начинается с молитвы, и все праздники соблюдают. А программа эта идет. Ну... Конечно, детей мало, и уровень ребятишек намного выше, чем по району. Они все с красными этими аттестатами заканчивают. Поэтому... Вот так. Он когда собирается? В феврале приехать? Стив-то? Да. Да, по комиссию вообще в этом году не слышу, чтобы он приехал. То есть вы его не ожидаете сейчас? Сейчас нет. Я даже не допонял. Угу. Ладно. Дело в том, что он хотел Потеряевку приехать, ребятишки. Я говорю, ехать надо с осени, когда вы работу закончите, чтобы они дольше время-то было. А сейчас еще, когда уже весна рядом. А он говорит, я про это и говорил, а я не понял. Я подумал, что сейчас хочет. Да. Чтобы ребятишки там были о чем занимать. Да. У него просто там, что... У него там работа в Америке тоже по сезонам. То есть вот. Поэтому... У них сейчас как раз сезон начинается. Прямо сейчас сезон начинается. Если земля есть, то дети будут заняты. Ну да. Это был у нас такой преобразователь здесь. Петр Аркадьевич Столыпин. Угу. Это очень крупный деятель был. И он говорил, земля несет нравственное начало. Угу. Ну это и так понятно. А там был кто? Земледелец. Угу. И откуда-то. Вот самая нужная специальность, это земледелец. животноводство, там виноградство. Все это. То есть чрево. Второе. Господь дал шкуру одеть. Это текстильная промышленность. А третье. Надо искать пещеру, где она значит спрятать. Сейчас строительство. А все остальные там в конце стоят с зализанными чашками и ждут, когда подадут. Ну не знаю. Как так? Вот. Современно кормить. Кормить надо. Кормить надо. Вот так. У нас у Игоря, там староста, у него мало так земли. Это примерно 400 гектар. Угу. Он техника у него села. Он пшеницу садит. Это сеет. Значит, что у него еще? Горох. Этот. Гречка. 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 Гречка, да. Гречка. Еще что-то у него там было. Овес одно время был даже. У вас там в Потеряевхе сколько населения-то вообще? Сколько там населения? Я не знаю. С ребятишками. Да я не знаю. Ну, может быть, человек 30. Угу. Было больше. Ну, парень женился. Мы ездили путешествие, это, с миссионерской поездкой во Францию. Познакомился. Она его туда перетянула. Ха-ха-ха. Вот. Девушка была одна. Американец соблазнил. Уехала в Америку. Ха-ха-ха. Понятно как? Значит, племянница моя была, но она хоть и не жила здесь. Так. Вот картошку где-то взял. Вот варнак какой. Эх. Ты что делаешь? Ну-ка, держи. Ха-ха. Та в Германию уехала. Жила целая семья, а она гречанка. Уехали в Грецию. То есть от нас люди по всему миру везде разъехались. Но они никуда. Они как были православные, так и остались. Ну, конечно, деревья-то уменьшаются. Но мы знаем, что наше время где-то впереди. Если сейчас что-то где-то случится, то лучше нашей деревне для воспитания детей просто не найти. Дети все под присмотром. Это не надшибы, как вот у вас там один. А там ночью приедут, где там пикнуть не дадут. Здесь всякое. У нас были здесь надшибы, которые все закончили ничем. Все, бросили, уехали. Разгораживают, скотину запускают, технику воруют. А мы все вместе. У нас и дежурный может быть, и коров там пасут. Но вы же сами в потерях не живете, получается. Это наша родина, мы там родились. А она была 20 лет пустырем, ничего не было. Да-да-да, я помню. А потом вот получили статус, у нас все на таком основании. Но вы сами живете здесь в Барнауте, получается? Зимой. Зимой. Ну вот мы приезжаем тут с Володей. Потому что у нас там хозяйства никакого нету. А там у них-то коровы, козы, куры, гуси. Они разное все держат. А у меня голуби там. Я нанял этого парня, ну не племянник, а от племянника. Он внучат ко мне. Я говорю, ты походишь за голубями-то? Ну пшеницу заготовил, он нам так дает. Я люблю. А голуби это украшение. Да. Это не то, что там я какую-то выгоду имею. Да. Потому что, когда я начну рассказывать о голубях, ты заслушаешься. Таких впис больше нету. Представь, увозят их за тысячи километров соревнования. И они домой возвращаются, а везут их закрытые в корзинах. Как они находят? Так вот тут соревнования бывают. Бывают от Челябинска, а другие с Красноярска, с разных концов. И вот приезжают к Варнауле, а у них там такая машина длинная, как газель называется. Длинная такая. И там они, кормушки у них. И они вот так вот открывают стенку у машины-то. И они туда как будто кто их выстрелит. Поднимаются, но с одной голубятней бывает штук тридцать. Один круг сделают точно как по компасу. Вот что это такое? Чудо Божие. Ну да, чудо Божие, конечно. Курица, если она один круг дальше прошла, и она там и помрет. Это сто процентов. Курица это безмозглая самая, которая есть. У меня маленькие вымерись сейчас голубята здесь. Да, да, да. Я просто для души держу их. Понятно. Вот так. Я с детства балуюсь этими голубями. А батюшка наш держит овечек, иногда даст овец. Он священник. А у нас это нету, чтобы с тарелкой ходили. Вот в храмах там все продают. У нас не продается ни за крещение, нигде денег нет. Десятина вкрещённая и всё на этом. Понятно. Ну вот вы постоянно рассказываете вот про Потеряевку. Ну там Стива зовёте в Потеряевку, всех там в Потеряевку. А сами почему там не живёте? Ну, во-первых, мне там скотина-то никакой нет. А там чё же я буду делать? А там связь-то плоховатая с интернетом. А у меня же большое здесь хозяйство. Интернатовское хозяйство? Представьте себе, говорит, блогер. Так я вот сначал, сегодня мы встаём 4.40 всегда. А я встаю. Сегодня встал я 20 минут первого было и всё. Это такая почта. Столько людей отовсюду. Да. Вот у нас только Ютуб у меня 14.100 роликов. Да. А это какой, если показать? Вот смотрите. Это наружнее. Наблюдение. Я сейчас вот вам покажу. Вот наш... О! Это во свете Библии православный библейский сайт. Угу. Это не просто так сайт. Это вот книги. Вот смотрите. Вот книги. Я ткнул. Вот Новый Завет у нас выпущен с полным толкованием. Трёхтомник. Угу. Вон там красный его видно вверху. И вот это вот всё мои книги, которые я издал. И вот они здесь. 33 тома открытым оком, а по ним люди. И мы проехали в 650 библиотек я только подарил. Полный комплект. Угу. Один комплект — это 750 евро. Угу. 38 томов. Угу. Ну и мы проехали 120 000 километров. Проехали до Ладивостока, Тихий океан, и до Португалия, До Атлантического Проезжали мы Скандинавию, Прибалтику, Север Прошли Турцию Ну и Грецию, конечно, до Афин И вот Господь помог нам это выполнить Это было очень непросто Купили машину Поехали двое нас миссионеры Один шофер и собака Собака очень хорошая А как по-другому никак Мы ночуем-то не в городе Мы ночевали в лесополосах Где в лесу, чтобы утром В библиотеку заехать Нас там никто не знает, никто не ждет Я должен в течение 10-15 минут Вызвать доверие к себе Доверие к книгам, а книги такие Которые раскрывают все, прошлое и настоящее В каждой книге Примерно 3000 раз ссылка на библию Только делается У нас это очень высоко ценится Вот Господь благословил, мы проехали И все сделали, подарили Ну а теперь что, дома Занимаемся, а я начальник детского лагеря Лагерь сам создал Особый устав Он был лагерь один на весь Советский Союз Православный, трудовой, детский лагерь Я его начальник был 45 лет 45, вам сколько лет? 36 36 А ты еще не родился, когда я был начальник Представляете, государство за 45 лет ни рубля не дало А у нас тысячи детей отдохнули Отдохнули Я должен был все самообеспечить И ни одного отравления, ни одной потери, ни одного повреждения А у них там то 9 человек утонуло в этом озере То 150 лежит под капельницами, отравили Мы показали им пример У нас очень строгая дисциплина Но где отдельно кельи, как и избушки стоят девочки Мальчик не имеет права даже мимо проходить Во время игры друг друга никто не касается Купаются, поворот Церкви стоят на разной стороне А эти-то, которые государственные Мы их называем гнойники разврата Гнойники, это знаете, что такое? Это щири пузырицы когда Вот так И вот теперь смотрите Допустим Вот вы сейчас Ну не знаете, а просто зашли сюда Звук и видео Вам видно? Нет, я вообще слепой А? Я вообще слепой А, вы не видите Но я верю вам на слово Подождите А если чтобы вы видели Уличительное стекло надо или как? Да я вообще не У меня не стагма Параллельцами Горазонтальными А очки не помогают? Нет, это нервное расстройство Глаза бегают из-за этого Вот, очки не помогают А почему? Ну это врожденный порог Это врожденный, да? Да, врожденный порог зрения Ну ладно Вот я допустим Нажал на нее Звук и видео Это отдельно есть И вот аудио Здесь 50 книг Мною насчитаны были В советское время Это их не было книг А это Ян Златоуст 12 Библия Жития святых И они все здесь есть И они Теперь в интернете Из Америки Один пришел Там это Позвонил Дескать Я могу разбить на файлы Ну так 38 минут Каждый файл Это Златоуст Это тысячи пять Наверное Только роликов Это очень богатый материал Библия Жития святых Вот я ткнул сейчас Смотрите Жития святых Вот Она открывается Разбитая по векам Это вот тогда были катушки Одна дорожка Два часа пять минут И вот сколько их есть здесь Это Ну С дорожек Теперь прицифровали на Компьютер А отдельно теперь Вот если я полпаю Вот я нажимаю А теперь вот как широко Именно Какие жития святые 1173 биографии С первого века Как жили христиане Так что вот Вот баптисты где-то Откуда они взялись Там пятидесятники Адвентисты седьмого дня Там с 1841 Откуда вы взялись Ну церковь Христос говорит Создаем церковь Но не церкви Ну одно он создаст А церковь это его невеста Когда создал ее Ну Мы видим день пятидесятницы Вторая глава А Вторая часть Дверь открылась Говорит Это домик Корнили Десятая глава Язычника Бог открыл А вы то откуда взялись И поэтому Мы имеем общение Со всеми еретиками С сектантами Но мы им всем говорим Вы не церковь Церковь это то Что идет от начала У кого есть епископат А что в церковь входит Четко и ясно Это католическая Православная Григориано-Армянская Копская И сирская Это там Все За этим нету церкви Потому что Епископат Через них Сходит Дух Святой Это восьмая глава Деяния апостолов Говорит Ну люди Если не понимают Им это Но если мы серьезно Думаем спасаться Главное Это быть церкви Потому что Священникам Дается право Вот вы были у отца Дмитрия Господь говорит Кому простите Проститься На ком оставите Оставиться Я спрашиваю У мусульман есть? Нет У евреев нет У них нет такого права Это дается только там Где церковь идет От апостольских времен Вот князь Владимир Приел от греков А греки приняли От евреев И епископ Приехал Михаил Тут рукоположили других А которые баптистов Никак Он первый Джон Смит Он в воду залез Сам на себя руки положил В воду И я покрестился Но это же игра детская Поэтому Чтобы вы знали С кем разговаривать Я просто открываю вам все Не потому что нам Не нравится Мне нравится много У баптиистов там Хорошее есть Даже у свидетелей Иеговы Они ревностные Такие Я с ними сидел Это в лагере Два парня были Гончар там И еще один И Но они даже И не сектанты Они просто так Библию не признают А сами себе перевод сделали Новый перевод А у нас Вот она Библия Вот она Полная Библия Она никогда не бывает Меньше 77 книг 77 А баптисты Перездают У них 66 Они 11 книг Канонические выбросили А церковь Историческая Она никогда Не издавала 66 книг А почему? Апостольское правило 85 правило Уже рассказывает Какие книги Приняты Вот допустим Евангелие В первом веке Евангелие Это было не 4 Евангелия Матфея Марка Луки А вот 20 евангелий Евангелия От Памы Евангелия От Евреев Евангелия Басилиска Где они? А то мы когда Разговариваем Там с сектантами С еретиками Мы спрашиваем Скажите А как вы узнали Что 4? Ну так 4 он Их не 4 А 20 было Как? Церковь Со всего мира Съезжались епископы Епископ это Ну Пресвитер А высший епископ Вот И они уже молились И рассказывает Это профессор Марсенковский Все собрали Какие были Евангелия Называется Евангелие И положили Престол В церкви Мы пойдем Покажем Сегодня вам Вот И церковь Запечатали Утром пришли Все на полу валяются А эти 4 Матфея Марка Луки И она здесь Он говорит Если бы даже не так Но наше осознание Отрихтовало бы в сторону А они там Ну допустим Евангелие там От Иуды Кажется Такое Вот Евангелие там От Памы Маленькие Когда были Иисус сделал Из глины Голубей И Иуда А Иуда Хуже делал И он тогда Вставал и топтал Которые Господь сделал А тогда Господь брал И бросал Они махали крылья А как он могло быть Когда написано В Кане Положил начало чудес Это явно Что подделка Видишь как узнавать Церковь Это серьезно Относилась А если не знает Человек Вот видишь Смотрите Это Стив Он Пришел в православие У него скоро Крещение будет Он стал разбирать И он правильным путем Пошел У нас Есть такая Книжка Здесь Возвращение домой Называется Питер Гилквист По вашему Это так и должно быть Но они Студентами были Ревностные Вы хорошо понимаете Мои слова И они Стали видеть Что это не то У нас Какая наша церковь Мы студенты Собрались вместе Они стали Это так Давай Ты занимаешься Литургией Ты занимаешься По Божьей Матери Это занимаются Рукоположения И они разъехались На год Через год Вернулись А у них Довольно большая Община Там была Две тысячи человек И они Стали докладывать Вот я был В такой-то Библиотеке В Греции Тот был В папской Библиотеке В Риме Нашли все Источники Это совсем Не так было Житие святых Первый век Я спрашиваю Второй век Третий Я показываю Сколько Мы знаем Одного по именам Я спрашиваю Баптистов Харизматы Скажите В первом веке Кто? Апостол А во втором Ничего нету Третий Четвертый Пятый Семнадцатый Ни одного Ну как так Так не может быть Церковь Это невеста Христова И они тогда Когда доклад сделали Все И увидели Ни церковь И тогда Они подали заявление И были приняты В греческую Православную церковь У них сразу Кажется 20 диаконов Руку положили И есть такая книга Сейчас даже Могу показать ее А вы себе Откроете Вы ее найдете По-английски Вот она у меня Здесь была Сейчас-то я не подумал Приготовить-то ее Питер Двилки Ну вы просто Запомните Да Жалко тут Нет Она же лежала У меня тут Голубенькая Нет Возвращение домой Где-то надо Залезть Посмотреть И они Присоединились В церкви Своих Там Епископа Рукоположили Пресвятеров У них опыт Хороший Хорошие люди Видно Они студентами Ревновали Но были там У баптистов Я не знаю У мормонов Или даже Непонятно И вот Так присоединились Я считаю Этот способ Познать истину Самый правильный Я вот Когда обратился Я с детства Верующий Родители были Кержаки Старообрядцы И вот Начиная с армии У меня сильный поиск был Посмотрел фильм Отверженный Викторий Гуго И книги Прочитал его И там Одна фраза была Разве не было Другой цели Спасти не жизнь Свою Но душу И в 23 года Мне впервые Евангелие попало В руки Я сразу Покаялся У меня жизнь Совершенно вся Пошла другая Тут и гонения Начались Я работал на корабле В это время Служил в Барфлоте Я пошел Тогда таким путем Исследовал Все ислам Кришнаитство Буддизм Сектанты Какие секты были Все И я увидел Нет церкви Церковь это православие К католикам я конечно Не пойду Там и бритые У нас это не подходит Тем более у них Там папа 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 не главный Он не главный А апостолы Все одинаковые А они Видишь Петр Петр не главным Поставлен Он одинаковый Среди всех апостолов Тут легко доказать Почему я православный Я поясняю Вне церкви Нет спасения А церковь я назвал Католики Православные Григория Арамян И хопты И сирийцы А почему православные Я увидел Меньше всего там Заблуждения Заблуждения Везде есть Заблуждения То есть Ошибки какие-то И не ошибки Даже назвать А отклонения Мы это можем Просто увидеть Как это делается Давно это принято Вот я Я признаю Канонизировано Но говорю Что этого делать Не надо Почему 1 Коринфтам 4-5 Написано Не судите Никак прежде времени Доколе не приет Господь И не отсветит Сокрытое во мраке А сокрытое во мраке Оно может быть И хорошее И плохое И поэтому Заранее сказать Этот святой На небе Господь запрещает А ему Анапима проклятие Мы можем ошибиться Если он не реких Тут понятно Они канонизировали Не подряд всех А Которые чем-то Серафим Саровский Он оде Видно что он Духовный был А другого канонизировали Сейчас Ушакова Он адмирал А почему Министерство обороны Затребовало святого Сам Суворова могут С этим я не согласен Надо довериться Богу Да он верующий Да Николая второго Расстреляли Я признаю это дело Но сам факт канонизации Это предвосхищение Суда Божия Я не скрываю от вас Это чтобы вы знали Когда потом Я не против Я признаю всех святых Я им молюсь У нас Видишь как Вот щетки Это сто поклонов Три святые И сто поклонов Это семь раз в день Только молиться надо Да еще утром Вечером У нас правила Мы считаем Псалтирное чтение А если По своему Где-то что-то делать Мой опыт Он меньше Чем опыт других Я должен присмотреться Почему они так делали Вот говорят Я против мощей Вы можете услышать Я не против Я против Расчленения Режут Чтобы везде были мощи Я житья святых Насчитывал Все святые Запрещали это делать И от них берут Это щиплет Это без воли Их Был такой Семен Столпник 1 сентября Его память По старому стилю И он был в хороших отношениях С патриархом Патриарх это как Кирилл Выше всего И они дружили И он когда умер Он решил на память Его несколько волосинок Из бороды взять Раздался гром У патриарха Рука отсохла Он тогда скорее Ему другой рукой Волосы приложил Рука исцелела Это жития святых Значит Не нравилось Антони ушел Вообще никто не нашел У одной там В горах была она Матрона Руку отрезали Корабль с места Не может сдвинуться Пока не вернули назад Вернули Приложили Корабль двинулся То есть это жития святых Это серьезные книги Дмитрия Ростовского Оттолкование на Златоуса Володя недавно выписал 12 томов Очень хорошие книги Покажи Володя хоть одну Я его насчитывал Все 12 томов Голосом Тогда нельзя было никак А теперь у меня 15 магнитопонов Вот такие вот Маяк 205 У него катушки Там было 500 метров Это очень большие Вот это один том Вот таких вот 12 томов Вот посмотрите Это полное толкование Нового завета и ветхого Ну ветхий завет не весь Но книги 4 толкован Это он умер в 407 году Вот видишь как Том 1 Это Ян Златоуст Вот если ты Хочешь быть проповедником То надо обязательно знать Толкование святых отцов А иначе Ты будешь говорить Не то что говорили Святые отцы Почему Мне это не дано Я когда думал А как это понимать Как Местописание Считаю Одни так Другие так Пока не пришел сюда Здесь толкует Он объясняет так Что у тебя Сразу руки опускаются Господи И сразу поднимаются Ты людям это открыл Уже давно Они ссылаются На разных языках Как это было Вот он проповедовал У него 4 библии лежали Он грек На греческом Феодатион Симах И Акила Разные переводы И стептуагин Семидесяти И он смотрел Конечно разница есть Это же разные люди Но они об одном и том же И он толкует их все То есть Такой кругозор Выше его проповедника За 2000 лет не было Ну его сверли Его в ссылку тащили До ссылки он умер Я думаю что наверное Христос был Я думаю что все таки Христос был чуть-чуть выше Конечно Это благо В Константинополе Там Стамбул сейчас Там он служил И там его низвергли Потому что царица Поднялась против Что он обещал ее Что она статуи выстояла Там одну вдову обидела А он за всех бедных заступался Ну Господь дал ему это испытать Вот так Чтобы дальше По заглазам многое могут говорить Но я Сам с вами рядом И хочу сказать Как мы верим Мы православные Вот у нас Это сколько Недели две назад было Или три Что? Богослужения с митрополитом Ну где-то так Три? Ну где-то две Да Здесь у нас шло Богослужение Митрополит Мы все засняли Показать Он московский патриархат А мы по-прежнему Православные Русско-православные Зарубежные церкви Нас они там вычеркнули Потому что уже объединились А мы все равно Поминаем их У нас хорошее отношение С митрополитом Нового прислали А с прежним Были Там Несогласованности А этот Очень расположен Такую характеристику Отец Сергий Сейчас А? Отец Сергий У нас сейчас Да Владыка Сергий Сергий Иванников Фамилия его Вот даже Можно было Здесь увидеть Вот Сейчас Сейчас Минуточку Мы сейчас Зарядим Глянем Что у нас Тут получится Так Вот он Метрополит Радостная Как всегда Встреча с Метрополитом Литургия Метрополит В Потеряевку Он приехал Вот сейчас Мы включим Его Сегодня у нас 14 мая 2017 года Поселок Потеряевка Он едет Вот брат Игорь Дагунов С братом Виктором Савченко Встречали На актере Владыку Сергия Это Потеряевка Зарешают Бывает Они стоят Вон они Остановились Почему-то Из-за века Снимают Интересно Что-то они там Вот и началось Встречает Это я стою С донтиком Дождик Что-то они решили остановить Это Игоря Барабаша Старая деревня Комбайны стоят Ну вот видишь Какая деревня Это новый взял В этом году Новый как С рук взял Для него это новый Вон она Видать Улица одна Там уже у нас Служба Началась Сейчас уже у нас Сейчас скажу По времени Я могу Перейти Вожжать дальше 46 минут То есть Насколько позже Приехали Встречает его Видишь какое одеяние у нас Как смотрится Это мой брат Я перекину Валеньки Можно Видать его Святый Крепль Смирный Смирный Крепль Смирный Крепль Крепль Просит благословения на деревню. 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 Не, 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 подождите, вы же говорите одно. Ну, называйте, как я называю, называйте церковь. Это одна церковь. Они друг друга признают, они молятся, все. Главное не то, чтобы они друг друга признавали, а чтобы Господь их признал. Ну, вот это-то узнать надо, как по заповедям Господним, если человек живет. Поэтому, вероятнее всего, вы должны осудиться своими же словами, в четвертом голове послания к коринфянам, не судите преждевременно. Правильно. Но здесь на земле определенные условия. Вот они, допустим, на север приехали здесь, а я говорю, а кто у вас были? Мы христиане, если не называете, я знаю, что это уже не церковь. Зачем же скрывать это? Мы не скрываемся. У нас приехали, допустим, здесь были католики, и Феопская церковь приехала. Они служат в церкви у нас, ну, в патриарши вместе. Названия их, их объявили как. А что без названия, такого нету. А мы христиане. Христиане в серии теки называются христианами. А когда разберешься... Как в первое послание к коринфянам первая глава, да? Да. Некие называются Павлов, некоторые называются Иоанн Затаустов. А разве Иоанн Затаустов за кого умер? Не умер. Или Августин за кого умер? Павел показал. Ну, название у них уже было. Уже было. Какое у них было название? Апостол Павел пишет, когда на Сталии называются христиане. Это не апостол Павел пишет, а евангелист Лука, а в Деянии. Ну да, евангелист Лука пишет об этом. Апостол, там, его действия, Деяния апостолов, говорит, и впервые стали называться христианами. Да, конечно. Да. Но стали называться христианами. Почему? А почему? У них никого не было. Да почему? Всяких разных было. Да они не разделялись, они все вместе были, в одной общине. Но всякий, призывающий имя Господне, спасется. Видите, всякий в церкви, не в церкви. Не так написано, Игнатий. Вы говорите о передаче вашей, канал, сайт, во свете Библии, но Библия об этом не говорит. Не говорит. Библия говорит, всякий, призывающий имя Господне, спасется. Одним стихом мы не можем манипулировать. Хорошо, Никодим, третья глава, вся, Гангелия Теана, что Христос говорит Никодиму, да? Так, правильно. Где здесь у Никодима учение златоуства? Не было еще, четыре столетия вперед. Сто процентов. Поэтому четыре столетия как-то церковь существовала без этого учения. Поэтому, потому что еретики задушили, ариане. И поэтому стали называться православные, эти ариане, следующие нестариане. То есть время показало, и церковь тогда показала, вот прямой путь. А это все еретики. Их практически сегодня нет. И что являются основными показателями прямого пути? А главного пути Христос. Он говорит, ясен, путь истинной жизни. Без Христа нигде ничего нет. Вот вы пришли, допустим, были у отца Димитрия Смирнова. И сказал бы, вот он выступает как-то, ему говорят, батюшка, ролик стоит, я по ролику, я не встречался с ним. А у нас здесь баптисты. Он что ответил? Вы знаете, что ответил? Что? Берите кирпичи и бейте окна, и все, чтобы их не было тут. Вы считаете, что это Дух Христов? Да, это не экстремизм. Вы считаете, что это Дух Христов? Да, конечно, нет. Ну, конечно, нет. От Антихриста в Дух. Ну, конечно. Надо придерживать отношения хорошие. Но он же в церкви. Нет. Он не в церкви? Он в церкви. Димитрия Смирнов не в церкви? Да, он в церкви. Но призывают-то к чему? Ну, получается, что не все, что церковь купола... Абсолютно правильно. Не все, что церковь купола... Не все, что церковь чиста. И не все, что золото блестит. Да. Поэтому Христос говорил, по какому признаку вы их узнаете? Если будете соблюдать мои заповеди. И еще какая признак? Он сказал, потому узнают все мои ученики. Говорит, что одного духа будете иметь. Все узнают, что вы мои ученики. По какому признаку? Ну, признак один он говорит. Это если любите меня, соблюдите мои заповеди. Если вы любите друг друга. Любите друг друга. А любовь проверяется по исполнению заповедей. Сто процентов. Какие заповеди? А я люблю. Заповеди из Анны Златоуста или Заповеди Христова? Да, их не было, Златоуста. Ну, потому, естественно. Время вызволило их. Я согласен. Да. Поэтому, как мы узнаем христианин? Христианин мы узнаем так. Потому что он говорит, что он принадлежит к какому-то организации, или потому, что он показывает плод. Помните в Священном Писании, были такие евреи. Вы их знаете. О ком? Евреи, говорю, были такие. Да. Они били себя в грудь. Да. Наш отец Авраам. Да. А Ян Креститель им что сказал? Из камней возникнет. Я могу возникнуть. Он, Бог, может возникнуть из камней. А вы соблюдите, приносите плоды, соответствующие с покаянием. Да. И не разве то же самое сегодня. Когда, допустим, православные бьют себя в грудь, что мы от Златоуста, или мы еще от кого-то. А потом говорят, швыряйте баптисты кирпичи. Да нет. Не от Златоуста. Этого не говорят православные. Дело в том, что нет рукоположения, прервана связь. А связь прервана, там лукавый дух приходит тогда. Тут другое. Не Златоусть сидел это. И он просто толкует. Да, да. Но чем отличаются католики от православных? Самое главное было это филиок в 1054 году, когда символы веры внесли изменения. Помимо филиок. Это первое разделение, из-за чего было. Первое разделение, но католики являются учениками чьими? Нет, какими учениками? Я могу сказать, что православные все не одинаковые католики, ученики Христовых. Ну, по большому счету, для католиков, да? Папа Римский, главное для них это. Есть у них Августин, есть у них Фома Акимский, это их светило. У православных есть Златоуз, Григорий, Василий. Нет, это учителя, я говорю, толкования. Да, и мы же все по толкованиям живем. Нет, сектанты не толкования. Они сами, вот говорите, сколько в Америке разных названий? 20 тысяч. Еще все от Бога? Что? И все от Бога? Нет, точно так же, как православные, не от Бога. Нет, никак не может быть. Если у православных он еще... Почему? Потому что Христос говорит, какой признак? Иисус не сказал, если ты находишься в православной церкви. Иисус сказал, если ты любишь брата, если ты показываешь через любовь к брату, что ты любишь Бога. Первый, основной показатель любви к Богу, это любить брата. Правильно. И говорить, давайте будем швырять кирпичами к баптистов, это не любовь к брату. Не любовь вообще. Это не любовь даже к врагу. Не то, что... Так написано, с теоретиками обращаться кротко, чтобы обратить их. Да. Правильно. Поэтому, поэтому, давайте по плодам смотреть. Но по плодам это правильно. Если по плодам, то и мусульмане хорошие. И мусульмане хорошие. Но мы же знаем первый определяющий фактор, потому что мы с вами не дети. И поэтому мы разговариваем как взрослые люди. Не про мусульманы или про буддисты. Мы разговариваем в диапазон, в рамках... Первый признак в Священном Писании. Всякий, призывающий имя Господне, спасется. Мусульманы не призывают имя Господне. Третья глава послания Иоанна. Разговор с Никодимом. Да? Да. Что должен быть Сын Человеческого вознесено над землей, чтобы он притянул к себе. Поэтому мы разговариваем как христиане, те, которые говорят про Христа. И не как дети. А сколько церквей может быть? Когда Господь говорит, создам церковь. Церковь может быть одно. Одно. Но ее одно церковь, это как Бог видит. Да? Но они друг друга не признают. Мы... Откуда мы знаем, что... Сколько было церквей в послании... Эээ... 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 Сколько было церквей в апокалипсис? Книга Травей. Это семь названий. Это состояние. Это не то, что там церкви такие были. Вы не лукавьте. Нет. Три главы. Первые три главы. Да. Послание. Это не послание. Апокалипсис, Откровение Иоанна. Да? То есть... Вот. Что там написано? Напишу. Сколько им церквям? Ну, он говорит, каким. Без... Нет, нет, нет. Он дает число. Сколько он говорит? Ну, число это по местонахождению. Откройте первое... Нет. Откройте первую главу. Он не говорит про... Он говорит, напишите и там еще. Сколько светил перед Богом? Сколько? Сколько светильников? Церковь была одна. Сколько светильников перед престолом? Правильно. Церковь одна. Семь. Семь светильников. Семь светильников. Семь светильников. Напиши. Семь церквей. Это является сие тайна в конце первой главе откровения. Тайна сие семи светильников. Это семи церквей. А почему коринфянам нет? Почему там галатов нету? Почему эфесянам нету? Это потому, что мы, как мы смотрим, мы видим разные церкви. Как Бог смотрит, Он видит невесту. Видите, как вы толкуете сами. А у церкви уже толкование две тысячи лет. Это заблуждение. Это семь состояний. Не по месту. Хорошо. Но вы допускаете то же самое, что вы говорите, католики, православные, григориане, армяне, копты. Это разве не состояние? Это состояние. Да? Да. Значит, церковь одна? Одна. Состояние много. Они все одновременно от Христа идут. У них у всех епископы есть. А сегодня, который... Но Иисус говорил, что показатели верующие – это епископ. И говорить не надо. Не, Христос говорил об этом. Обязательно даже. И Христос не говорил об этом. Ну, как же не говорит? Когда он избрал двенадцать, зачем он избрал двенадцать? Не-не-не. А делать вывод из действия – это опасно. Мы можем также сделать вывод, что каждый раз, когда молимся за слепого, нужно плевать в грязь. Хорошо. Что говорил Иисус и его ученики являются признаком верующего человека. Вот теперь я объясняю вам. Смотрите. Если просто, давайте. Блаженны нищие духом, ебей их царство небесное. А о вере вообще не говорится. Их есть царство. Мне не надо Христа, не надо никого. Блаженны нищие духом. За один стих уцепился я, и всего больше не надо. Но мы не разговариваем про один стих. Опять же. Опять. Игнатий, я же вас призываю, как с уважением к вам, что вы человек зрелый, и не к тому, чтобы цепляться за одно стих. Никак. Вот мы же говорим про диапазон вес Нового Завета. Как вы начинаете говорить про мусульман, а мы же с вами зрелые люди. Мы не разговариваем про тех, которые за пределом Христа. Мы разговариваем про предел церкви, а не за предел Христа. Я же не язычник, в конце концов, который говорит против Христа. Апостол Павел об этом пишет. И 14.23, я не апостол. И руку положили, пресетиров в каждой церкви. Зачем? Зачем? Когда о пресетерах Христос вообще ничего не говорит. А зачем они руку положили? Церковь это не мертвый организм, живой. И Христос не сказал, все, Дух Святой не будет трудиться. Дух Святой дальше развивает. Сто процентов. Вот так. Я от этого не отрицаю. А теперь сейчас читаем. 1.5. Постание к Титу. Он пишет. Для того я тебя оставил, чтобы ты довершил недоконченное. Конечно. А какое недоконченное? Рухоположил. Рухоположения нету, это недоконченное. Ничего нету. Да. Нету. Вот люди отошел, оторвался. У него были епископы? Не было. Не было. И поэтому не церковь эта. Церковь, где идет передача Духа Святого через рукоположение. От него теперь отходят баптисты. Она баптисты. Там альбегойцы. Их каких только нету. А что все церковь? Церковь одна. А это совершенно противоположное, друг друга исключающее. Тут надо очень серьезно подойти. Рукоположения нету оттуда. Епископы это не церковь. Только один признак, по которому определяется. Эта история показала. Если этого нету, ну, самозванец. Я говорю, скажите, вот с баптистами беседуем. Вы церковь? Конечно. А вот у вас сейчас 300 человек отошли от них здесь местным. Это церковь? Нет. Но они себя уже провозгласили. То есть чем-то они не согласны были, молодежь. И теперь отошли от них. А почему вы не признаете? А у них нет пресвитера. Да хватит и пресвитер самозванец. Он ни от кого. Я говорю, знаете, в Ветхом Завете все было в образах. Вот я тебе назову любое событие, образы. Апостол Павел пишет Коринфянам, 10 глава, 6, 11 стих. И говорит, перечисляет там, там-то погибли такие, походливо было 23 тысячи. Это были образы для нас, достигших последних веков, чтобы мы не были походливы на злое. Образы. Я говорю, вы согласны? Конечно. Теперь давайте потихоньку, спокойно. Это большое собрание баптистов. Я на Украине выступаю. Скажите, жизнь человеческая сегодня и вчера перед Богом, разве все есть цена? Да нет. Бог ценит каждую душу. Вот глядите. А зачем ковчег нужен был? Зачем скрижали нужны были? Скажите, скрижали, которые были в Ветхом Завете, они что обозначали? Не знают. Называется слово. И слово было у Бога. Скрижали указывали на Бога, на Христа. А они лежали в ковчеге, ну как ящик глины. А ковчег что означает? Они ни один пункт не могут объяснить. Это Божья Матерь. Он внутри ее лежал. А почему так считать не надо? Уже истолкованно. Смотрите. Считаем мы первая книга царств, пятая глава. И когда ковчег был взят в плен, а обратно у них там, когда догонат, он разрубил Бога, он лежит. И они тогда решили отправить его. Запрягли телец, а в это время жители Бепсамиса жали на полях. А там корова идет, тащит какую-то телегу. А что там? Да это говорят ковчег. Он там где-то святая святых. А что там в нем? Не знаю. И они подошли и посмотрели. Они не плевали, как баптисты. Не рубили, не ломали. Только посмотрели. Что Бог сделал? Знаете? Да. Что сделал? Умертил. Убил 50 тысяч и 70 человек. 50 тысяч, это же во время Курской битвы в один день они убивали столько. А за что убил? За посягательством святого. Значит, не этот ящик-то деревянный сделан. За что убивать-то? Иувреев убивает-то, Бог. А за что? Потому что туда нельзя было смотреть и исследовать, как Дева Мария родила. Была она женой Иосифа или нет? Вот куда залезли. А это ковчег. А теперь считайте, я говорю, считайте 16 глава чисел. Будьте очень внимательны. Это главная статья, которую с сектантом никогда не перейти. Вот Моисей. А в это время вы стали дофан, а верон и корей. А чем мы хуже других? Почему вы себя выделяете? Моисей говорит. Завтра узнаете. Если они умрут обыкновенной смертью, значит ничего не было. А если не обыкновенной? И когда закричали, отойдите от них. И они вместе с женами, шатрами, совсем живьем в ад. Это единственный раз. Вот я веду занятия в университете, большая доска. Я пишу преступление. Дальше наказание. Вот смотрите, а у меня сидят юристы. Наказание. 10 суток. Какое преступление? Ну, они говорят, ну, это где-то там на вокзале помочился или заматерился. Ну, взяли год. Ну, это что-то украл. Такое легонькое, курицу украл. Год могут дать. Теперь 10 лет. Ну, это серьезно. Я говорю, а сейчас не 25 и расстрела нету. Но когда я говорил, тогда еще расстрел был. Я говорю, расстрел. Ну, это маньяк. Серийное убийство. Изнасиловали малолетних и убили. Теперь. Живьем в ад. Так такой нету. Есть. Вы не знаете. Что? Отделение от церкви. Сектантство. Ересь. Они ничего не сделали. Они хорошие. И не написано, что они плохие были. Только за отделение от церкви Бог сразу живьем прервал. Вот это ущи всех сектантов. Они не хотят смотреть. Это образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое. Я беседую с руководством баптистов в Москве. Я говорю, скажите, вам что мешает принять? Так у нас нету рукоположения. Когда мы их подергали, они тогда поехали на Запад, везде проверяли, в Голландии. Менонс, Симонс, Менониты. Оказалось, никого нету. Тут был священник католический, умер. А священник не может рукополагать. Только епископ. Без всякого прикословия меньше благословляется большим. Я не быстро говорю? Нет. Нет. Я говорю, что теперь? А от них отошли такие. А мы от Люкер был епископ. Он не был, он монах был, простой монах. Что вы думаете? Он откроет его биографию. То есть начинает на вороты разные делать. Давайте договоримся так. Я с патриархией говорю. Вот меня сегодня избрали патриархом. Говорят, вы стали бы? Я говорю, меня избрали. Что бы делать? Первым делом прекратить строительство храмов. Они не нужны. Второе. Открыть училище. Тысячи училищ в один день я бы открыл. А как? Я уже обдумал этот вопрос. Я поехал к баптистам и говорю, скажите, у вас есть хорошие проповедники? Они говорят, да в каждом городе. А можете дать таких, которые будут учить? А Библию, чтобы Библию любили и Христа любили? Не затрагивай ни икон, ничего. Конечно. Я говорю, я не могу уручаться вам, а по окладу, чтобы потрудились и посмотрели. Православные у вас клиенты будут. Будете учить? Да с удовольствием, да то другое. Православные не принимают. Они баптисты. Я говорю, учить будут правильно. Любить Библию они умеют, баптисты. Я обращусь к адвентистам седьмого дня, к харизматам, которые любят Библию. Ничего больше не затрагивать. Я патриарх. А дальше что? А дальше я говорю, нашел бы убежище, куда спрятать. Иначе киллеры церковные меня убьют. Понял? Да. Так вот, я говорю, сегодня вы сделаете из баптистов. Выберите самых хороших пресвятеров. Вы можете избрать? Конечно. Изберите трех. И теперь напишите заявление, придите к патриарху Кириллу. Не нравится патриархе Венедикту, Франциску. Не нравится Григорияна Армянам, Коптам Силисам. Вот дальше идти некуда. И скажите, рукоположите нам от этих трех братьев епископами. А дальше вы рукоположите за нам всех. Все, церковь. Больше вам еще не надо, потому что вы Бога любите. Вы хорошие люди. Вот что надо. И никак отрицать нельзя. Дальше там самовольство. Никак. Ну и как? Никак. И где об этом священное писание написано? Да где я вам назвал, где? Нет. Титу 1.5.14.23. Титу 1.5.14.23. Это как было. Да. Там не говорится, что именно так и никак по-другому. Ну как, они рукоположенные были. Ну понятно. Иначе мы даже по боку все рукоположили. Понятно. Но где в священное писание... 7 глава 7 стих. Послание к евреям. Без всякого прикословия меньше благословляется большим. Ну... Кого они могут поставить, когда епископа нету? Это понятно, но... Кевреям 7 глава 7 стих. Да. Это... Мы разговариваем про почину Милхозадеку. Кто священник почину Милхозадеку? Ну как они поставят? Как они могут? Кто священник почину Милхозадеку? Обождите. Христос взял хлеб. Кто священник почину Милхозадеку? Я поясняю. Больше в этом случае благословлял Авраам. Кто кого благословлял? Здесь речь идет об епископах. Здесь речь идет о превосходство нового завета над старым. Здесь не надо лукавить. Без всякого прикословия меньше благословляется большим. Да. Милхозадек благословляет Авраам. Ну хорошо. В новом завете кто благословляет? Авраам, когда все кончилось. А после кого благословили? Но разговор в посланнике время седьмая глава, опять, без лукавства, не шло про епископат. В разговор в седьмой главе посланнике время идет о разнице между старым заветом и новым. Так. Что новый завет имеет превосходство над старым. Так, только это, да? Это основная его мысль. Скажите, так, когда церковь понимала, вот как вы сейчас показываете, в каком году это толкование пришло? В каком году? Никогда его такого не было. Вот в чем дело-то. В каком году? В каком году? Да, не было этого толкования. Вы выдумываете. А если этого не было, то это никому и не надо. Иначе бы церковь не могла без этого жить. Церковь определенно четко. Если нет рукоположения, это не церковь. Нет рукоположения. А как? Очень просто. Почему, говорит, рукоположи? А если не рукоположи? А не пришел бы этот тит-тит-тит-тит? А у нас рукоположен, позвольте. А кто рукополагал? А мы сами выбрали. Мы же христиане. Такого вольнодумства в церкви никогда не было. Это сегодняшние еретики так легко размахивают. Так не пройдет. Церковь, щетка, ясно. Можно я вам зацитировать из Библии? Вы вот сейчас говорили Христос. Погрубче. По чину Христос. Именно глава, да. Но также написано, к евреям 7 глава, 12 стих. Потому что с переменой священства необходимо быть перемене закона. Все. Все. С священству перемена. Перемена, да. Именно священство Христово уже наступило. Не ветхий Новый Завет. Это я, может быть, немножко неправильно словами, но об этом-то я и иду речь. Что был Старый Завет, который шел по Моисееву закону, но вот и вся посланник к евреям... Ну, первый священник и простой священник, разница была? Ну, была, конечно. Была. И епископы, и священник, разница есть? Ну, конечно, есть. Ну, если есть, так почему его нету, епископа-то нигде? Вот мы с баптистами здесь беседуем, и один из них, ну, обратился уже. И он встал и говорит, присвятил Ру, Алексей Дмитриевич, вот сегодня у нас хлебопреломление. Скажите, что вы взяли? Он говорит, хлеб. А когда людям раздавали, что? Хлеб. Христос-то так не учил, взял, преломил хлеб и говорит, сие из тела Мое. Ну, да, аминь. У сектантов, у баптистов ни у кого нет. Они говорят, это воспоминание одно. Тела нету. Почему? Таинства нету, и Бог не позволяет играть этими словами. А когда священник, законный, в это время незримо Дух Святой превращает в тело, его тело видят ангела, а люди не видят этого. И вино превращается в кровь. У сектантов нет, а вот от таинства нет жизни. Вот в чем суть-то дела. Это большая-большая ошибка. Мне пришлось как-то говорить, и там, ну, примерно 470 сектантов было. Баптистская. Я когда все доказал, вы поверили, все поверили. Пресс-фитерсал говорит, мы сегодня готовы все перейти в православие. Нам Бог открыл, что это никакая не церковь мы. И весь сказ. Вот этот, который я называю, Дилквист Питерта, они так исследовали, поняли, мы не церковь. У нас рукоположения нет, через рукоположение таинство. А почему? А 8 глава говорит, когда обратились самаряне, то им по телефону никто не звонил. Но кто-то пришел и сказал, самаряне обратились к Богу. А через кого? Филиппа. Филипп это диакон. А диакон не может преподать Духа Святого. И тогда Петр и Иоанн встали и пошли. Зачем? Зачем они пошли, когда самая большая беда была в Иерусалиме? А затем Иоанн Златовус говорит, что самые сильные остались там, где самое большое гонение. А 8 глава 4 стих говорит, а рассеявшиеся ходили и благовествовали. И дети, и все. Вот чего сегодня не хватает. И теперь они пришли и сразу Духа Святого приняли. Разговор идет не о том, любите Бога или нет. Это вообще-то само собой понятно, что надо любить. Приняли Духа Святого. Главный вопрос. Кто Духа Христова не имеет, тот не Его. 8 глава 9 стих к римлянам. А мы даже не слышали. Они рукополагают. Через эти руки Дух Святой сходит. Они бы пришли, кто-то сказал. Нет, рукоположение. И получили Духа Святого. Игнатий, где есть учение, вот в Новом Завете, учение, не пример, а учение, что является признаком принятия Духа? Признак один, есть рукоположенные епископы или нет. Нет, это нет в Новом Завете. Нет, я говорю, а остальное уже на втором месте. Это нет в Новом Завете. Ты можешь быть святой, но не в церкви. Христос придет за церковью. Да, да, да. А не за еретиками какими-то, которые сами себя провозгласили. Да. Я говорю, вы признали, что от вас выше 300 человек, а они не церковь? Конечно нет. Ну а вы-то откуда взялись? А ну, здравствуйте. Так, минуточку, подождите минутку. Так, а кто вы будете? Андрей Ульстин. От меня есть к вам вопросы. Так, назовитесь, кто вы, откуда? Я из Нижнего Новгорода. Андрей Максимович Ульстин. Мы с вами переписывались, нет? Я отсылаю вам сообщение, ну, вчера. А я что сказал вам? Так, вы ничего не ответили, по-моему. Ну, раз не ответил, значит, я вам сейчас отвечу. В какие часы можно позвонить? Ага, хорошо. Минутку, поднимите голову, чтобы вас видно было. Что-то вы так низко. У вас, наверное, телефон это? Только глаза едва видно, это неправильно. Надо поднять голову, чтобы я вас видел. Никак. Перемените там кадр этот, кадр нет. Вы не попадаете. У вас сверху половина экрана пустоя. Игнать Ильич, вы дайте ему ссылку внизу под скайпом и все. Как у вас заходить, в какие часы? В какие часы заходить можно внизу под скайпом? А я дам ему, я дам. Так, коротко скажите, что вы хотели? И я хотел узнать, вот, то, что по поводу Адама, да? Да. Вопрос есть. Почему, например, человек считается грешным, да? Из-за того, что Адам согрешил, как бы, да? Да. И человек теперь повинен. Почему тогда мы, ну, из-за Адама, как бы, мы все стали грешны, да? Из-за того, что он упал. Почему мы в этом виноваты, если он первый, как бы, упал? Ну, это Божье такое, не наше. Я просто задаю вопрос. Скажите, что Аева сделала? Что там, плодов стало меньше? Ко мне в сад залезли ребятишек, ну, ребенок залез, они как дети малые были. Сорвал один плод. Так я ему еще в пазуху наложил полно и дал сумочку. Но вы-то подумайте, когда смерть вошла в Адама, и умерло уже больше ста миллиардов людей, в Адаме все умирают, в Адаме все умирают. Это не как-то. Возмездие за грех, смерть. Кремлинам 6.23. Смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Это Божья шкала, и мы должны сразу ее принять, или мы никто. С Богом как ты будешь спорить? Он сотворил, не сделал глаз на лбу, а пониже. Сделал нос, чтобы он выступал. Очиститель воздуха. Мы не можем уши переделать на другое место. Бог сотворил мир так и назначил ему значение. Вот такое-то вначале, потом будет вот так, и вот так он мир закончится. Он по-другому не может мир закончиться тем, что только воссядет один Антихрист в Иерусалиме на 42 месяца. Три с половиной года. Это я в курсе, да. Да, и поэтому мы должны узнать и сразу сказать «Аминь». Это проекция плана Божия относительно жизни на земле. Так что тут не надо вопрос задавать. Вы скажите, а как это было? Как по-божески? По-божески так. Объяснение Бог не дает. Он сказал, идите проповедуйте. Он сказал, кто будет веровать и хреститься, спасен будет. Ну а почему я без крещения? Ну вот есть такие духоборы. Тоже я христианин, я христианин. А крещения нету. Писание говорит, крещение. Я спрашиваю баптистов, крещение что дает? Ну, обещание Богу доброй совести. Я говорю, больше ничего не дает. Ну а что она дает-то? То есть они еретики вообще не понимают. Когда 2.38 Деяния Апостола, а то у меня ролики записаны, баптисты к нам приехали в деревню. Петра спросили, что делать? Он говорит, покайтесь, запятая. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Они так, покайтесь для прощения грехов. Понятно? Они начинают спорить. Я говорю, смотрите. Саввел обратился, 22.16. Заходит Анания и говорит, брат Саввел, он же брат. Я спрашиваю, он прощенный? Все баптисты одинаково отвечают, прощенный, он покаялся. Я говорю, нет. Нет. Он пришел и говорит, брат Саввел, что ты медлишь? Встань. Что ты медлишь? Три дня уже можешь умереть. Встань, крестись, и омой грехи твои. Сразу стоят, говорят, и глаза на выворот. Омой грехи. А у сектантов почему нет учения этого? Потому что у них нет рукоположения, и поэтому нет тех, кто может отпускать грехи. Нет. Тут очень просто понятно, где написано. Я называю места. 22.16. Деяния апостолов. 3.18. Крещение дарует прощение. Но крещение должно быть не за деньги, как православных. У православных все искажено сегодня. Они, во-первых, не учат. Вот мы православные, но у нас курсы идут, обучение было. У них 20 минут, у нас 500 часов. Разница-то есть. 20 минут и 500 часов. Дальше. В полное погружение. А у них мокрой ладошкой. Я говорю, все крестят в полное погружение. И баптисты, и адвентисты, и все еретики. Почему не крестите? А дальше. И заплатите деньги за это 3 тысячи. А это симония. И деньги тебе в погибель, Петр сказал симону. То есть у православных крайне неблагополучное отношение со входом в церковь. Вход в церковь должен быть не только через веру, через рождение свыше. Но вне православия мы никуда не можем людей послать. Так, еще вопрос. Еще вопросы относительно по поводу монашества. Я слышал, что вы против монашества. Ну, если сказать так маленько, не так. А правду сказать совсем не так. Я не против. Слово мона означает один. Хорошо человеку не жениться. Вот я сейчас спрошу, у меня гость дорогой тут приехал из Америки. Скажи, пожалуйста. Золотая. Так только, насколько возможно. Сколько у вас времени уходило для духовной работы, когда вы были не женаты? Когда я был не женатый? Когда просто один был. Жены не было, ребятишек не было. Сколько у вас времени уходило на духовную работу? Большая часть. А когда у вас семья, да надо строиться, да с этими сепараторами, да как? Меньше стало? Конечно. Вот и все. Вот понятно? Значит, о чем речь идет? Один. Павел говорит, женатый заботится, как угодить жене, а ты, добавь, сроду и не угодишь. Дальше. А незамужняя заботится о чем? Как угодить Господу? А замужняя, как угодить мужу? Я скажу, никогда ему не угодишь. Он привык ворчать, все не по нему, и картошка не такая, и яблоки маленькие. Вот так. И поэтому одному хорошо, как человек со связанными ногами не может быть, так и связанный узами, когда у него детишек полон дом. Понятно? Я против того, что дают обеты. Обеты. Я один буду. А потом нарушают их, женятся, делаются врагами божьими. Я вот против чего. Вот здесь как-то есть фильм такой, Фарпост. Вы его не видели? Я слышал. Вот. Это там, на румынской границе. Ну, у них там свои там действия такие, что вот патриарх Кирилл встретился с Франциском на Кубе. Ну, и они перестали, там Лонгин его помиле был, священник Михаил Жар. Епископ. Хороший епископ. И они перестали патриарха поминать. Ну, а как-то на меня вышли, а я сказал, при чем тут поминать, не поминать? Сколько у вас монахов? 180. 180 мужиков заблокировали. У вас есть имеющее знание румынского языка, природные румыны? Идите и благоветуйте царству Божьей всякой твари. Зачем сидите? Сколько у вас румын? 70. 70 проповедников. По двое пошлите. 35 точек миссионерских. А украинцы есть? Есть. Почему не посылаете? А еще кто есть? А у нас есть болгары. К болгарам отправляйте. Я вот против чего. Оставьте стариков. А сколько у них? Там 180 ребятишек. Оставьте старые там, которые монахини рядом живут. Пусть ухаживают, учат. Чего вы столкнулись? Десятый храм строите. Поэтому я не против монашества. Я за то, чтобы один был человек. Да. Я сто процентов хочу Богу служить. Но вот то, что монашество, и вот они там заперты за стенами, как у Пахомия Великого 11 тысяч мужиков. 11 тысяч. 11 тысяч проповедников заблокировали. А то куда годится? То есть вы против того, чтобы они как бы выходили в мир, а жили в монастыре, никуда не выходили, да? Да. Они заключили их за мандру. Мандра стена, архимандрит, мандра. Господь говорит, идите по всему миру и прополюйте Евангелие. Господь монастырь образовал на 10 дней. Сидите и не выходите. От Вознесения до Пятидесятницы. А после Пятидесятницы Дух Святой их исполнил благодать. И они как птицы разлетелись по всему миру. Вот чего не хватает. Я про это и говорю. Я за монашество, чтобы один человек был, но шел на проповедь, на благовестие. И пошли на благовестие. 2 миллиарда мусульман возникло. А эта бишь в лесу уже не поправится. 2 миллиарда. А если бы проповедовали, вот татарам здесь проповедовали, некоторые обратились. Болгарам проповедовали, обратились. Они дошли до Средней Азии-то. И все мусульманское. Чего непонятно-то? Моя позиция четкая. Нет благовестия, нет жизни. Ну хорошо. А как, например, вы к преподобному Амбросию относитесь? Октинскому, например. Ну как, к святой Амбросию моли Бога о нас. То есть вы его признаете? Всех признаю. Кто канонизирован, всех признаю. И каждый день им молюсь. И молюсь семикратно в день. Я поминаю. 77 имен поминаю. Так что на меня лгут. Я молюсь каждый день. Ну как же, вот, откинские старцы, они ведь никуда не выходили в своих монастырей. Ну это не другой вопрос. Сначала признаю или не признаю, а они за это ответят. Я их признаю, все на этом. Я Серафима Саровского признаю, Игнатия Бричининова. Но они делают не так, как Господь повелел. Он не сказал запрись, а говорит, идите по всему миру и пропадайте Евангелие. Апостолы не сидели, иначе мы все были мертвы. Не было бы ни католиков, ни православных. Вот что. К моим словам ничего не надо добавлять. Один человек говорит, я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их поняли. Ну, в принципе, понятно, да. Преподобный Серафим тоже, если взять. Он же жил в пустынях, то есть он как бы в мир-то не выходил, да. Но его все почитают. Ну хорошо. Все преподобные, вот все преподобные, да, практически все были монахами, да. Практически преподобные монахи. За тысячу лет в России ни одного беренина не канонизировали. Что это? Ясное дело, что монахи приватизировали небо. Это Андрей Кураев пишет. А почему? Почему хороший, допустим, человек на таможне работает, дети, детей воспитал. Почему не канонизировать его? Что взятку не брал? Ну хорошо, у нас есть праведный Алексей Бурцерманский, да, но рядом у нас. Вот. Он же тоже не был монахом, он был мирской. А кто? Алексей Бурцерманский праведный. Я-то я не знаю. Это где-то что-то там. Ни одного не было. Если он не князь. Князьям были канонизированы. Он был просто мирской, да, и как бы у него было, он принял, а нет, он принял священный шанс без монахства. То есть он был просто священник, да? Не знаю, знаю, что если он не мученик и не князь, то не канонизированы. Просто нету. Андрей Кураев пишет об этом. Я верю ему, потому что у него мои книги. А патриарха Кирилла признаете, да? Ну а как не признавать-то? Патриарх, я за него каждый день молюсь. Еженевно молюсь. Какое признание другое нужно ему? Я молюсь о нем, чтобы он родился свыше. Чтобы мудро управлял народом. Чтобы деньгами не прищался. Вот тоже меня интересует, вот у нас, у православных, да, в храмах молится на церковно-славянском языке, да? Да, я за русский язык, целиком, полностью. То есть вот меня именно отцентило то, что у вас как бы это все на русском побольше. Нет, у нас церковно-славянский, а библейская, что из Библии, то по-русски считается. Псалмы, Евангелие. Но если поется какой-то псалом, тогда по-русски поем. Мы избрали золотую средину, не как у Георгия Кочеткова. Ну вот по поводу того, что вы говорите, да, что не должны торговать в храмах, да? Не должны, Господь выгнал их. А если торговлю, значит, Христос еще не приходил туда. И вот, в принципе, я с этим согласен, да, сейчас есть. У нас в Потеряевке, и здесь 27 лет община, и ни одной тарелки не ходили, не торговали. Ни свечи, ни закрещения, ни за что не берется. Все бесплатно делается. Но платится десятина. А десятина все покрывает. А десятина, это примерно, ну, в денежном эквиваленте, да? Ну, как объяснить? Что объяснить? Что? Ну, десятина, это ведь в денежном эквиваленте, да, я так понимаю? Ну, десятина там, может быть, где нет торговли в храме. У нас в торговле вообще нет, деньги не появляются. А если они берут, так пускай берут. Десятина им не дается. Кого десятина-то с бабки там? Какие деньги? Просто я сам, как бы, хожу, у нас в Бургающинский монастырь есть, да? И, как бы, это, у нас там церковная лавка вообще отделена, то есть на улице. На улице, не в церковной ограде. В церковной ограде нельзя. Нет, я знаю, вот я сколько бывал, во многих храмах вот есть, как бы, церковная лавка прямо вот в храме, где служат, да, где читают, да? Да. Вот. А у нас вот отделено это все, то есть у нас церковная лавка на улице, храм, ну, в другом месте. Да. Ну, ладно, об этом, о торговле не говорить, если надо, я вам материал скину. Торговля и храм несовместимые. У меня на все материалы есть. Такая книга у меня вышла, к истинному православию, я 40 лет собирал материал на нее. И о крещении, обо всем. Сегодня не хотят крестить, полного погружения нету. Русь некрещеная, попы совершенно здесь творят, что хотят. Не подготавливают. У нас вот я занятия вел в университетах, как хрещение у нас проходили 500 часов, а сегодня у них 50 минут даже нету. А мы не смотрим, у них торговля, ну и пусть, а у нас нету. Мы православные, к нам митрополит алтайский, барнаульский приезжает, служит. Вы видели это? Да, 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 видел. Ну, тут мы не какие-то там реформаторы. Мы относимся сегодня не к московской патриархии, а к русской православной зарубежной церкви. Числимся так. Это кто там? Иларион, Иларион Капрал, митрополит Иларион. Его, когда у нас вот служат, поминают в нашем храме, здесь вот я сижу, поминают сначала патриарха Кирилла, потом Илариона, первосвятителя русской православной зарубежной церкви, там митрополита североамериканского перечисляют, потом местного митрополита. Вот такое поминание идет. Это совершенно нормальное отношение. Я вот хотел еще узнать по поводу бороды. Вы говорили, что нельзя, ну, молодому человеку брить, да? Если он молодой, она еще у него не растет. Если растет борода, значит, уже физически он созрел, чтобы жениться. То есть, ну, как бы, по вашему мнению... Бороду нельзя трогать. Если бороду бреют, это никакой не христианин, так, щучила огородная. Нет. Касая меня, я вообще ее, как бы, не брею, да, но, опять-таки, вот, у этих, у евреев, да, есть такие слова, говорит, край бороды не портит. Да. Я не понял, что у них есть, у евреев? Он, говорит, написано, край бороды не портит. А, ну, ты его правильно сказал. Это послание, это сказать, книга левит. Определенная и четкая. То есть, вообще не бритв? То есть, вообще не подбриваться, ничего? Ничего нет. Волосы на голове, вот у вас, срежен, вот такую и держи. А бороду не прикасайся, бритву выбросьте сегодня же. Ага, а стричься тоже нельзя, да? Стричься голову. Если волосы длинные, это противозаконно. Если женщина растит волосы, длинные, честь, а если мужчина, бесчестье. Конечно, не о бороде речь идет, у женщины бороды-то нету. А ты бреешься, когда еще в одном доме две мамы? Не, 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 я вообще не бреюсь. То есть, у меня, мамочка, это, ну, как бы, когда у меня все это началось, да, когда стал расти, да, я сказал, я говорю, нет, давай это. А вы когда в последний раз брились? Когда в последний раз бритву брал в руки? Ой, ну, я ж не помню, по-моему, месяц назад. Ну, значит, бреешься еще. Три года пройдет, тогда можешь сказать, не бреюсь и не курю. Не, я не курю, я не пью. Так, все, если ничего нет, я тогда отхожу от вас. Ага, ну, помоги вам, Господи. С Богом, так, я предварительно, сейчас сразу не могу написать, потом я напишу здесь, внизу возьмете данные. Отключайте. А я вам могу звонить, когда мне какие-то... Нет, не звоните, пока не разрешу. Ага, то есть, а как я узнаю, когда можно... А я вам дам, скину данные. Не, 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 не чаще, чем один раз в две недели. Вконтакте, да? Да, я, если, ну, не сейчас, у меня гость, я не могу оторваться уже. С Богом. Я прям скину, может, сейчас так. Один момент. Отходите, выключайте. Все хорошо, спасибо вам большое, что выделили время. Обязательно жд... Ага, угу. Ну, конечно, что за история? Ну, конечно, пришлите отдать. Ну, хорошо. Все, я от вас жду тогда вот эта статья по поводу одинокома здесь на Алтае. И также жду по Киселеву, то есть задолбанность и карта. Вот, и все, снимем материал, и будем двигаться вперед. Хорошо, давайте с Богом. И вас также. Так, присаживайтесь сюда, дорогой. Так, вас покормить положите, нет? Да нет, нет, не надо, спасибо большое. Почему? Да потому что я в посте сегодня. А вы посты соблюдаете православные, нет? Я мало чего православного соблюдаю. Ну, сейчас у нас великий пост будет 7 недель до Пасхи. Да, да. Не мясо, не молочное, не яйца. Да, да. Вы соблюдаете это? Нет. А почему? Потому что Христос этого не заповедовал. Апостол Павел говорит, не буду есть мясо и вина, чтобы не соблазнить. Вы среди православных живете, утробные какие? Да, я не среди православных живу. А где? Но все равно... Если у нас в поселок Демино полпоселок крещенных православных, а строят храм один отец Михаил, наш, вот настоятель храма, и один, вот как вы говорите, ретик протестант. Двое на всего районе строят храм православных. Вы среди православной страны живете. Почему вам не поститься-то? Это же можно. Если вокруг меня был бы хотя бы как... Нет, это нет. Если вокруг меня был бы как отец Авраам говорил, хотя бы 10 праведников, которые бы соблюдали посты, я бы соблюдал. Это лукавство. Это вообще никакого не лукавства. Смотрите, я приехал к адвентистам. Я узнал, что они где-то едят, там свинины нет. Я вообще мясо не беру в рот. Мой статус сразу у них повысился. Кафедра уже за мной. Хорошо. Среди мусульман вы будете свинью есть? Нет, конечно. Но почему среди православных позволяете? Потому что не все, что церковь купола, и не все, что православная на кресте грудь. А речь идет только о том, чтобы сократить утробу свою. Не о чем речь идет. Ни веры вашей не затрагивает. Игнатий, вы же меня не спрашиваете, если я соблюдаю пост. Вы же сразу спрашиваете, если я соблюдаю православный пост. Нет, а то потому что одинаково. Я знаю с сектантами очень близко. У нас сколько семей пришли, покрестились. Тут-то ни о чем. А вере не касается. Соблазн, Павел говорит, а за него умер человек. Хорошо. Я никого не соблазняю. Как никого? Если ты среди таких живешь и никого не соблазняешь. Я же еще раз вам говорю. Таких, где я живу... Ну хорошо, вы тогда не можете сказать. Даже где-то среди православных вам нужно их проповедовать. А ты пост не соблюдаешь. Ты вообще никакой. Да ты не бери в рот. Если они такие православные, которые нуждаются в проповеди, то... Ну даже не они. Просто это полезно. Феофан Затворник об этом говорит. А четыре причины. Я не могу, я не хочу. Но когда говорит, умрешь, тебя демон потащит. Хочешь, не хочешь, ват пойдешь. Все, Серафим Саровский, все посты соблюдают сражайшие. И Златоуст. Две тысячи лет соблюдали. А вы вдруг появились? Тут вольность. Такая вольность, что никому не позволено ее. Нет, это не годится. Я сказал, не идет. Когда Великий пост начали соблюдать? Пост, когда начали? Это в разные места. Допустим, в Апоте сейчас Великий пост. Это апостольское правило. 69 правило. Да, да. Но он был когда написан 69 правило? Ну, конец первого века. Апостольское правило было намного позже. Вы тут не выкатывали. Вы не знаете. А зачем? Я даже хочу спросить. Игнати. Громко хохочете. Зачем? Я? Да. А вы зачем громко говорите? Нет, я говорю громко, а смех. Ну, я смеюсь громко. Я смеюсь громко. Нет, это не... Церковь осуждает. Глотовец говорит, ты разеваешь рот, смеешься, не думай, что сатана вскочит в рот. Да, да. Он говорит... А в притчах Соломон... Горе смеющимся ныне. А в притче Соломон писал, что смех лекарство для костей. Ну, какое тут лекарство? Мы говорим о божественном. Мы говорим о притчах. Горе смеющимся ныне. Ибо вас плащите, возрыдаете, написано. Надо бояться этого. Праведник едва улыбется. Они счастливы, говорит, смехи показывают зубы. Зачем это написано было? Так что это не надо. Где написано? А? Усиарахова написано. Но вот сам. Один из таких них отбросили. Но я должен сказать просто. Так, вот смотрите. Если я буду есть мясо или не буду, еще изменится. Только во мне я вообще отказался тогда от мяса. Больше полвека я в рот не беру. И ничего я не потерял. У нас алкоголь в рот никто не берет. А в ростанах положено. Мы не берем. И мы нигде не послужим соблазну. Почему? Павел говорит, не буду. Я услышал. Павел воздерживается. А почему я не должен? Надо серьезно к этому относиться. Мы знаем апостол Петр. Апостол Петр. Сохранилось о нем. Он не мог говорить о том, когда предал Христа. Он плакал. Как Ефим Сирин. У него, говорит, борозды были под глазами от слез. А мы ха-ха-ха-ха-ха. Это нельзя так. Христианин это серьезность. На полном, на самом высшем. А я знаю где это. А тут у них святой смех, у харизматов. Это сатана в человека залазит. Ха-ха-ха. Все время. Ха-ха-ха. Я говорю, ты что смеешься? А я говорю, не могу воздержаться. А то дьявол рот раздирает. Нельзя. Прижми. Ты серьезный парень. Такое дело делаешь. На тебя многие смотрят. Лежу с этим, со Смирновым разговариваешь и раз за разом громко хохочешь. Вот такого не видал. За спиной-то говорят. Я говорю открыто, потому что ты мне не чужой. Я о тебе молюсь все время. Ты в моих молитвах. Иеремия говорит, радость Господня, сила наша. Смех, да, говорит, обратиться в плащ. Горе смеющимся ныне. И Христос об этом сказал. Плачьте и рыдайте о бедствиях, находящих о вас. Так что скинуть это. Никогда больше не хохочи так. Тем более так громко вызывающе. Это не христианское. Ты не думай на меня обижаться. Я не из всех, на которых можно обижаться. Если я говорю, я значит об этом уже молюсь. Чтобы Господь покрыл благодатью. Так, как ты думаешь, почему Митчелл стал искать православие и нашел его, а у тебя не получилось? Почему? А вы друг друга хорошо знаете. Почему у Стивена другой путь? Почему он нашел церковь, а вы не нашли? Что, клоунада из нас получится какая-то? Мы церковь. И сразу ты везде бы где-то не был. Даже среди там, которых знакомых, ты сразу по-другому будешь говорить. Так говорит Господь. И говорит 2000 лет. Если это неправильно, тогда церкви не было. Христос говорит, все я с вами во все дни. До скончания века. Если там его не было в православии, его нигде тогда не было. Была церковь одна. Одна. Я не говорю, что Христа не было в православии. Как говоришь? Я никогда не сказал, что Христа не было в православии. Нет, вы сами-то не православные. Я не говорю, что его нету в православии. Но вот этот Стиф Томичин нашел, он прямо присоединяется, крещение принимает. И о чем бы вы мне говорили, он принимает. Он на тебе молится, он тебя очень любит. Для тебя ни откровения это никакое, ты же это знаешь. Но ему Господь указал этот путь. Почему тебе не показал? Что вне церкви нет спасения, это главное. А эти, которые вокруг, это грибы наросли, это не церковь. Церковь там, где есть епископат, приемственно, Дух Святой передается. Это очень серьезно. Ты большое дело сделал, что заехал. И это определение? Определение. Определение дали люди, не Господь. Люди церковные, не просто люди, я пренебрегаю. Если это не люди, люди простые, это неправильно. Тогда церкви не было нигде. На одном заблуждении церковь стояла. Почему сегодня Дмитрий Смирнов, отец Дмитрия, он в церкви или не в церкви? Он в церкви, он он сам придумывает. Церковь никогда так не учила. Но он может ошибаться. Я говорю, церковь так не учила. Иоанн Затаус говорит, каноны говорят, середиками обращайтесь кротко, чтобы обратить. Но церковь не учила, это не церковное учение. А русская православная церковь? Это не учение, это само сбродство. Ну, так это само сбродство, которое веками тянется? Нет, этого нету нигде, что бейте и проще. Нету этого. А это в русской православной церкви, это столетия митянинцев? Да хотя бы столетия, где-то было преследование, нету этого. А Августин в пятом веке говорит, принуждайте еретиков. О чем говорит? Августин в пятом веке говорит, принуждайте еретиков. А Христос говорит, любите врагов. Кого слушает? Августина или Христа? Обождите, врагов, еретиков, тут мы не будем разбирать. Это Филарет говорит, разницы никакой нету. Мы должны им показать любовь. Мы проходили это там мамо, басил. Но кто прав? Августин или Христос? Да конечно Христос. Христос прав. И в любом вопросе, где я вижу конкретное разногласие между Христом и, как сказать, учение церкви, я всегда выберу Христос. Хорошо, а они когда проповедуют, вы видите, вот допустим, говорит Деметр Смирнов, он говорит полчаса и ни одного местописания не приводит. Почему? Он говорит, я крестил, крестил, 20 лет обернулся, девчата это на вторую букву алфавита надывай, а парни спились до наркоманы. Это что означает? То есть, никакого насаждения веры нету. Я ему написал письмо, он не принял. Я сказал, убивать не должно. У меня местописание об этом, все собрано, никогда не было. Святые говорили, мы помогаем, чем молимся когда? Наша молитва. А не так, а он все танки все, Смирнов освящает. На его совести тысячи убитых людей. А вы говорите, царь? А вы говорите, ты пошел к нему, а не я. Я пошел к нему по одному причину, вы прекрасно-то знаете, не лукавьте. А он-то думает, что вас не поймешь, кто к кому пришел. Ты, говорит, еще не идешь, малину-то набрал. Говорит, не могу, медведя встретил, так тащи его сюда, да он не отпускает. Медведь-то зажал его там. Ну это рассказ такой, так и здесь. Кто к кому приходил. Я от него ничего не могу взять, если бы коснулось. Есть у него вещи, правильно он говорит о мусульманах. Здесь будут жить другие люди, которые по-другому ведут себя. Он здесь прав. Но говорит, как будто Библию в руках не держал. Вот Андрей Ткачев сейчас на нее нападает. Такой известный проповедник и то другое. Как будто Библию в руках не держал. Он все знает там Маяковского. Всех поминает. А Библии как будто не касался. Я спрашиваю, почему Христос, разговаривая с сатаной, привел места из Писания. Он же сам Бог. Он бы сказал свои слова. Нет, он берет именно из Писания. Почему? Сатана знает силу написанного. А Христос отвечает, написано. И как лазерный луч его объевает, все кончилось. И мы должны так разговаривать. Значит, главное, что нужно нам... И поэтому я вас призываю прислушиваться к священному Писанию. А не доктрины, которые учили люди. Потому что какой стих в Новом Завете среди Евангелия повторяется два раза слово в слово между Евангелиями? Напрасно вы учите учения человеческие и не соблюдающие заповедник Бога. Человеческие. Когда человеческие. Потому что вы учения не знаете, златоусты не считали. И знаете, вы сами судите прежде время. Ну да. Первый Клинин Феянов, четвертая глава. Вы сами... Почему вы даже... Я сюда пришел к вашему дому. Я два часа у вас был. И вы мне еще ни разу не спросили ни одного вопроса. А я задал, вы не ответили. Я побоялся спрашивать. Про мою жизнь. Нет, я не жизнь. Я спросил название. Вы не ответили. Я понял, что не надо. Вы боитесь. Вы спрашиваете, чтобы осудить. Но вы не решаете за это. Вы просто ответьте и все. А я вам ответил, а вы не поверите. А вы не поверите. Название, я говорю, какое, где вы находитесь? Я говорю, что у меня нету там организации. И вы мне не поверили. Вы начинаете меня обвинять в секancing? Таких сейчас много, но все разные. Вы начинаете мне говорить какие-то вещи. Но вы даже не спрашивайте у меня что-то про меня. Я сказал, что я в пост. И сразу осуждение. Вы говорите, пост соблюдаете или нет? Не тот пост у вас, не тот пост. Вы даже не спросили, какой у вас пост. Я спросил, пост православный соблюдаете или нет? Я говорю, православный вообще ничего не соблюдает. Поэтому, так вы спрашиваете на осуждение Да нет, узнать как Поэтому, если я спрашиваю вас, допустим Сколько у вас людей в Потеряевке Я же не спрашиваю для того, чтобы вас осудить Что у вас там 30, а не 50 Я говорю, что... А вы спрашиваете мне Вы великий пост соблюдаете для того, чтобы прочитать мне лекции 15 минут Про то, какой я неправильный Что я не соблюдаю там ни мяса, ни ем, ни ем Ну понимаете, вы не соблюдаете И даже еще и противодействуете Один раз услышал, в себя положи крепко Мне это сказали, никогда этого мне не говорили И церковь 2000 лет это держит, а я свободно отмахнул Это вы всех осуждаете, а не мы Я вообще никого не осуждаю Ни одного человека я никогда не отговаривал от Великого Поста Наоборот, если человек имеет это в своем сердце, это великое дело Хорошо, а Златоуста как вы сейчас говорите? Златоуста-то вроде бы уже не надо Златоуст, как и все остальные отцы церкви Да Кого я, тех, кого я знаю и кого я читал И всех отцов, всех отцов до Никея Я всех их читал, все полный сборник И изучал их глубоко, и Златоуста изучал Поэтому зря вы на меня говорите Нет, обождите, вы говорите, я Златоуста изучал Что вы изучали? Четвертый том о чем написано? Я Златоуст конкретно, углубленный, я его не изучал Поэтому, чтобы сейчас цитировать стихи и места, ну, естественно, я с вами не буду Потому что основное мое изучение, это Священное Писание, это Библия Ну, толкование дает он, о том, 980 страниц в одном томе, 12 томов Сколько вы томов прочитали? Златоуста Я Златоуст его... По томам, конкретно По томам я не знал, потому что я на английский читал И там отдельные сборные, там нету то же самое сборника Нет, это тут вот полное собрание Ну, я, видите, полное собрание не читал Я с Баптистом разговариваю, говорю, а нам преподавали Златоуста Я говорю, ну, скажи, 5 том, 6 том о чем? Он ничего не может сказать, а это не преподавали А какое это доучение? Надо учение все знать И тогда ты прочитаешь, и ты поймешь, что толкования другого не надо Ему Бог открыл, усиленские соборы приняли Да, да, в 19 главе Бытие, что о чем написано? Что? В 19 главе Бытие, что написано? Ну, и что там написано? Это не важно Это важно то, что ловить человека вот такими софистскими путями О, вот скажи мне вот в такой главе, что... А вот не знаете, значит, не знаете Нет, это кто считал или не считал Это, 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 это софизм, Игнатий Это не разговор Нет, это не разговор Поэтому, поэтому здесь, опять же, я пришел к вам Я подбиваю, чтобы посчитали, попросили Я, я пришел к вам, как сказать Как со зрелым христианином разговариваю А не про то, что софистские риторика А что написано в пятом томе? Это софизм Я бы не спросил, если бы вы не сказали, что читали Я говорю, я, Игна Златоуст, какие-то вещи, его я читал Я его, ну, читал Я не говорю, что я все его тома 12 читал Я даже не знал, что их 12 томов Я вас не спрашиваю Я как раз и спрашиваю А поэтому отсюда вывод Приобретите Златоуста и будете знать толкование У нас тут один из баптистов был Он не просто обратился, а военный следователь КГБ А мне надо насчитывать было Я попросил считать И он читает и говорит, Женя, Наташа Если это правильно, так вот, а баптисты-то кто они такие? И он пришел в сан священником православным Из Златоуста Потому что читал и увидел Ничего того у нас нет Так что я так говорю, не для чего-то А чтобы, как раз, прозондировать почву И туда вам ввести Златоуста И вы приехали домой и сказали Я что узнал? Златоуста надо приобрести Не то, что я к вам что-то имею И если я прочитаю все, что Златоуст написал И все равно приостанусь при своем мнении Что Христос все-таки важнее Златоуста или Августина Или Климета Римского Или Ирения Или хоть еще кого А знаете почему? Господь говорит, кто хочет узнать мое учение От Бога ли оно, говорит Начни его исполнять Я конкретно разные учения смотрел Я неделю беру Сегодня я буду кришнаитом Я исполняю, вижу, человеческое Сегодня мне очень сильно понравилось Там учение одного пилософа Человеческое Стал читать Евангелие Я все признал божественным А вот если бы вы Православие хотели узнать Так посты есть Все кончено На замок Никогда я не нарушу его пост Почему? Апостольские времена Дальше все святые до одного Посты строжайше соблюдали А мне так отмахнули Я не отмахнул Но не исполняете Почему? Исполняю А я пощусь, когда хочу А я феофан затворник это объясняю Церковь так не делала Церковь это единый организм Установила определенные дни Среда пятница С чем она вызвана Почему великий пост? На это есть объяснение Вы пришли правильно, что пришли И могли бы спросить А где я могу узнать? Я вам говорю где У святых отцов Феофан затворник Сегодня редко где полный комплект продается Мне в Америке дали его И как Иисус сказал, что вы соблюдаете своих отцов А заповеди Божии нарушаете Да мы не нарушаем А как раз это помогает их соблюдать Почему вы не нарушаете? Смирнов, я уверен, соблюдает Без этих ничего не получится Я уверен, что наш общий друг Дмитрий Смирнов Соблюдает великий пост Но при этом швыряет баптистам кирпичи в окно И других призывает к этому По плодам их узнаете Не по постам А то понимаешь, плоды-то это и есть И пост-то плоды Плоды Духстого Плоды Духстого явны Игнатий, вы же Священное Писание знаете Вы же любите Священное Писание Какие они Он будет постоянно в постах-молитвах Он и перечисляет Где они, молитвы Тогда пост-это не плод Явно Это орудие, которое приводит нас к тому Чтобы пост от плод Духстого Отличается как тяпка от помидоров Пост дано нам для того, чтобы Взрастить духовного человека Для того, чтобы почву обрабатывать Чтобы лучше росло плоды Святого Духа в нас Послушание Вот как раз и покажет А как узнать, когда не соблюдал Какие плоды возрастут Тут и вольность получается А вот как ты думаешь Теперь Митчелл соблюдает посты? А как Где вольность Если вы до сих пор называетесь Православная церковь за рубежом Да Когда она уже встала под Москвой Нет Как нет? Когда совещания были, вы не знаете все Когда были совещания И туда ездил мой брат Об объединении речи ни одного слова не было Это они из-под сукна Политическое решение Путина вывозят Признание акта канонического общения То есть, что они благодатные Благодатная зарубежная церковь Мы сразу с этим согласились Об объединении речи никогда не было Это они из-под тяжка делают Почему он должен соглашаться Они надо мной Они сразу нас зарубят У нас не будет ни деревни, ни детского лагеря Ничего не будет Мы их знаем Поэтому где-то можно Я направляю всех туда А нам туда нельзя Потому что вот сейчас он спрашивал О монашестве Я за монашество Они не за такое, чтобы за стенами сидеть Я за то, чтобы святые были Но чтобы не резали мощи Вот поэтому они тут тогда обрушатся А что это по вашему непослушанию Вот церковь Церковь, Российская Православная Церковь Имеет одно мнение А у Игнатия другое Нет, это не другое И почему вас тогда Мои же православные друзья Здесь, допустим, в Барнауле И еще где-то Говорят про Игнатия Про Игнатия Сектанта Который очевиденец А что это изменится А я нажму, это безбожники Они Бога не знают И что изменится-то Они не соблюдают ни постов, ничего С чужого голоса поют Митрополит меня признает Другой, третий, три митрополита А какой-то Ванька не признает Почему вы так скоро на суде? Почему вы говорите про того человека Что он пост не соблюдает? Нет, я говорю Если я его так буду называть Ему еще из этого Во-первых, он говорит ложь А ложь всякая дьявол Вот и все такое Я его не знаю Но я знаю только, что человек Если живет в Боге Он ложь не может говорить У него это отсеивается еще на подходе Допустим, как вы сказали обо мне Что я Иоанна Златоуста не знаю Хотя я его читал Ну да, понимаете То есть это ложь или не ложь? Ну, вы показали Что ни одного тома подряд не прочитали Ну, вы показали Что девятнадцатой главы бытия не прочитали По тому же логике Нет, я не об этом хотел сказать Я именно об этом хотел сказать Что использовать в риторику софизм Это не Божье дело Нет, нет Если вы меня за хохот обличаете То я вас за словопрением Нет, я просто поделиться Показать, что для меня решающее Где быть Роль Златоуста играла Когда еще Двенадцатого вовремя бежал А для меня решающее Что Христос сказал? Да Христа понимают все по-разному 30 тысяч, которые все в Библии Все по-разному Христос сказал то, что сказал И слава Богу за церковь Давайте сейчас 10 из Америки привезем И они между собой все разные Почему? У них нет Златоуста, нет канонов У вас, увы, с православными не согласны Один священник скажет, что монашество это хорошо А Игнатий говорит, что монашество это плохо Я говорю, что монашество хорошо Сейчас только объяснял Но не в таком виде, как вы понимаете Но в той форме, которую я, Игнатий, понимаю Да не я, Игнатий, Христос повелел Идите по всему миру Но Христос не повелел? А они никогда Христос монашество вообще не велел, если что, Игнатий Вы же Ивангелие читаете Я говорю, хорошо, а нам нужно, Павел говорит Христос ни один раз Ивангелие, ни один раз монашество не заповедовал Не заповедовал А попытка была 10 дней Но взять 10 священников православных и в них внести Игнатия И они все тоже будут иметь разное мнение Нет, одинаково У них одинаково Нет А монашество у всех одинаково Я уверен, что взять от Смирнова и Игнатия И у вас будет разное мнение Но мнение другое Допустим, я беру блаженного Папеллахта Он не может отвернуть Толкование дается одно А у которых юридики, у них у всех разное толкование Одного и то же место Вот, допустим, кто нарушит одну из малейших сих заповедей Малейший наречется Еще ни одного я не встретил Но я, допустим, с кем встречался Но не один десяток Все по-разному Я говорю, смотрите Явится на небе знамение Сына Человеческого Что это такое? Христос А дальше явится Сын Человеческий За Христом Сын Человеческий Сразу восстанавливается И таких вопросов, почему толкования нет А у нас толкование Вот у меня трехтомник мы издали Открываешь А вот что написано Но центральный смысл изучения Священной Писании в чем заключается? Это святые отцы утвердили Толкование у нас у всех одинаковое Центральный смысл изучения Священной Писании Для чего ты изучаешь Священной Писании? Дмитрий Смирнов против этих слов, которые он толковать не будет Иначе он еретик будет Но он может сказать Шверяйте камни в баптиста Да, потому что ему голову еще ни разу не пробили кирпичом Кирпичом кидать, и что значит это? Но где-то, где-то между Любите врагов И все-все-все толкования Где-то вот между этими двумя моментами Священной Писании в баптистах Смирнов сбудился Вот пускай он скажет Сколько человек Благодаря кирпичей пришли в православие Да нисколько 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 А у нас целыми семьями приходят Благодаря меча Только полцеркови еще в 1666 году отошло Вот Поэтому это Это Мы понимаем, что именно в этих вещах мы теряемся А вот посмотри Интересное место сейчас покажу Очень даже интересное Вот вам не видно Но вы поверьте, что я считаю правильно Вот Московский Патриархат Студенческий журнал Покров Покров Барнаульское духовное семинарие Номер 9 2016 год Страница 34 Это Московский Патриархат Не я В начале 1990-х годов В часть приходской общины Переселилась в Мамовский район Поселок Потеряевку Где основали новую приходскую общину Во имя священномущеника Анфима Некомедийского Потеряевке действует Лайдер Дальше Приход сохранил свою юрисдикционную связь с РПЦЗ Не входя напрямую в подчинение Барнаульской епархии Это Их журнал пишет Патриархийный Дальше Имея при этом полное общение с Алтайской митрополией Является уникальными и своеобразными приходскими общинами Но перечисляет Члены общин Придерживаются многих благочестивых традиций Свойственных старобрядцам Мужчины не бреют бород Остригают волосы Носят рубахи на выпуск с поясом Женщины также Не носят облегающих и тесных одежд Носят платки И в общинах строго поддерживается Древнерусский нравственный бытовой уклад Ну и так далее Миссионерская практика Игнатия Тихоновича Лапкина Вызывает разную реакцию Разную Вот которые вам попы встретились Но результат то какой Однако Можно уверенно утверждать Что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам К православной вере пришли тысячи людей Кто это пишет? Доктор богословия Кандидат юридических наук Профессор кафедры истории церкви Такой это Павел Бочков Почему? А он материалы все исследовал Вот мы на благовестие поехали Давайте как? С ними мы в епархии договариваемся У вас машина своя? Своя А у нас нету Я вам даю Евангелие 50 тысяч Евангелия вам хватит Я покупал Теперь Большое село 50 тысяч Мы с одного конца Мы с другого Собираемся в домик Клуб Ну называют там дом культуры Мы договоримся с вами Вы выступаете 15 минут И я Но В проповеди одинаково Всех людей направляем в московскую патриархию Я ни одного человека не направлял в зарубежную церковь У нас запрещено это И ни день, ни два 27 лет Мы сами себя по рукам и ногам ударили Да Но правило такое я ввел Ввел Моя идея Зачем? Так разве так делать? Все же к себе зовут А мы поперек пойдем Чтобы люди увидели свет Который Бог нам дал А не так, что Приди к нам А тут увидят карикатуры одни К нам попасть Это пишет заявление Человек приходит один раз Потом мы идем на дом Узнаем на работе Как он все От трех до пяти лет подготовка идет А почему? Правила, каноны Да несмотря на это еще половина уйдет Почему? Это работа Работа денная и ночная И как он на меня может Дмитрий Смирнов смотреть? Когда я ему дал материалы Что вы не имеете права Благословять советские танки и прочее Там в Чечне убиваете все Он вернули мне материал Этот материал у нас не пойдет Хотя я ему привел там Место писания не меньше десяти И место тридцати святых отцов Он все отмел Так что не берите его во внимание То, что вы у нас услышите Это основано на Библии Во свете Библии Строжайше И ни один из них не опровергнет Вот Олег Стеняев Видел такого? Очень известный Комплектный такой Но его там в Германию Он приехал и в Германию Его спрашивают Ах, вот Игнатий Латкин Кто такой? Он говорит Я был там По Теряевке был И то другое Это очень сильный апологет Многие пришли Но давно я с ним не встречался Больше не знаю Он ничего не добавил Действительно он был Но давно уже был Это уже может быть Лет тридцать назад Ну я у него был в больнице И прочее Почему другой так не отвечает? Ни разу не встречался Сейчас на меня Такие нападки везде идут Мои ролики переворачивают Что хотят? Почему? Заказ И заказ поступил не откуда-то А из очень важных мест Я выпустил материал о масонстве Встречается журналист Один из лучших Он был по Теряевке неоднократно Я гляжу Саша, а что ты стоишь? Да я как раз и вас хотел увидеть У меня заказ Радиостанция Свобода Великобритания Масонская организация Против вас Я говорю Ну что, пиши Деньги получил уже Он не сказал По всей вероятности получил Две недели прошло Ничего написать не могу Почему? А он видел только то, что видел Он очень честный журналист Он видел, как дети Наркоманов привозят За один месяц ребенок Другое делается Он сам писал Его статьи в моей книге За слово Боже не туз И это не один раз Повторяю, не один раз И они могли бы По-другому рассуждать А вот он человек пишет Речь идет не о двух человеках Пришли И ни одного Нигде Когда мы ездили везде Ни направления никуда Только в храмы Московской патриархии А почему сами не идете? Ну естественно вопрос Всех направляешь А сам не идешь Потому что нас там не будет Мы кое в чем разнимся Почему? Потому что у нас Половина идет на русском языке Мы долго добивались Все, что библейское В церкви нас считается По-славянски Но если эти Кануны Эти Псалмы поются То поем по церковно-славянски То есть мы избрали Самую золотую середину А у вас как идет? По церковно-славянски Но почти половина по-русски А они примут Но когда к нам приезжают Митрополит Считают по-русски Что это? Это не традиция Лучше пять слов Говорят знакомым языке Чем десять тысяч На незнакомом Мы это и мы говорим А вы говорите Что церковь одна И что нету разницы Нету Это не разница Это разница Это разные мнения Когда Когда Русский человек Приходит в храм Вот В русском православном И Не ведает Что говорится Потому что говорится Все на старославянском Это что Ивангелие что? Это не толкование Мы говорим о толковании А рукоположении Тут у нас все одинаковое Совершенно Одна и та же книга Я хотел вас спросить Вы интересуетесь тем Чем я говорю Я подарю вам Трехтомник Который у нас вышел За две тысячи лет Такого не было С толкованием С апокалипсисом По всем святым отцам И мы тогда еще Двести сорок Иллюстрации Гестава Доре Поставили И там Двести девяносто семь Моих комментариев Когда я раздеваюсь шире Что сказал Блаженный Пепелак Примите подарок? Приму Приму О, молодец Разреши встать Так, первое Ключ ко всем книгам Это моя биография И все, что о нас писали Поездка в Америке Посмотрите Дальше, держите Трехтомник С Матфея С Откровением Вместе с Откровением Это впервые За всю мировую историю вышло Толкование полное 430 страниц Откровения Мы Гестава Доре Раскрасили Первый, второй, третий Благословения вам Дальше Вот эта книга О которой я вам говорил Сорок лет собирал материал Вот смотрите Заголовки какие По всем святым отцам В первую очередь по Библии Слово Божие Священное Писание О молитве О покаянии О церковной дисциплине К истинному крещению О высповеди О священстве О церкви И так далее Вот тебе подарок Ты приехал Хорошее место Тут богатство Дай Бог Так, поешь маленько Не, я сегодня в посте Потерявским творогом Не смейте так Так, пойдем А есть куда положить? Да есть Так, молоденько Я возьмусь сюда А ты вот здесь Угости Он говорит Пост он не хочет есть А? У него пост сегодня Он не хочет есть Ну не знаю Я это Ну и вот Вас тоже хотел угостить Медом Вот Ну Это вот Бан Мед Потерявским творогом Тебе угостить Спасибо большое Ну ладно У нас сейчас сплошная неделя Давай я подержу Посуда Выпущи Так, чтобы не помять Не переломить А там жидкости нет Никакой? Нет, нет Все сухо Так Наверное надо разделить По отдельности Туда подальше Проткнуть О, а это сюда Слава Богу Так, а вот как думаете Ребятишек-то учить дома? Дома учим Ну Три класса четыре А дальше-то Там же такие науки Пойдут Что? Я все 12 Отучил дома Вот И так же детей своих Отучил А они экзамен будет В Мирской школе сдавать, нет? Ну, экзамен сдадут Да, так же Как я сдавал Там же много дисциплин Ну, так же Как я сдавал У нас-то видите Школа Все учителя верующие Это было бы здорово Если дети там учились Ну, мы на дому учимся Ладно Я хотел спросить вас Вот вы думаете Там сыр варить Так, или что-то От коса Субтитры создавал DimaTorzok